Не стыдите учиться в зрелом возрасте, лучше научиться поздно, чем никогда. Я думаю, что эти слова сейчас актуальны для большинства из нас, поскольку многие из нас довольно-таки большое количество лет уже отработали в школе. Ваше внимание, я сегодня предлагаю мини-мастер-класс по теме, какие-то методические рекомендации по созданию интерактивной флеш-игры «Кто хочет стать миллионером». Возможно, коллеги знакомы с этой игрой, а может, кто-то не знает, как работать с ней и как ее создавать. Я думаю, все это пригодится. Аналогом данной игры является всем нам знакомая и любимая игра, серебизионная «Кто хочет стать миллионером». Создать такую игру по силу каждому учителю, который владеет английским языком. Каждый из нас знает, какую роль играют игры на уроках английского языка, и особенно в начальной школе. Игры дают возможность многократно повторить какой-то изучаемый материал, а эмоции, которые испытывают дети в процессе игры, они помогают лучше его запомнить. Преимуществом данной игры является то, что ее можно использовать как онлайн, так и офлайн. Папку с указанной игрой и с той игрой, которую вы создали дома, можно принести в школу на любом электронном носителе и воспользоваться на компьютере без подключения к интернету. Это очень удобно, потому что часто бывает такое, что у нас создаются ситуации, когда нет интернета или отсутствует вообще подключение к интернету. Данная игра создается достаточно быстро и пользуется большим успехом у учащихся. Ну и так, для начала создадим папочку на рабочем столе на компьютере и даем ей какое-то название. В данном случае, ну я создавала уже довольно-таки много таких игр. Я создаю эту папку и называю ее «Четвертый класс. Неправильный одноволен». В этой папке я создаю, открываю ее и создаю текстовый документ. Часто сталкиваемся с тем, что для коллег непонятно, что такое текстовый документ, поскольку мы привыкли создавать вордовские документы. Текстовый документ – это когда мы кликаем правой кнопочкой и в открывшемся меню находим текстовый документ. Мы создаем такой текстовый документ, и он у нас хранится в папочке, которую мы создали. Дальше мы переходим по указанной ссылочке на сайт. Об этом сайте я скажу потом более подробно в конце. Когда мы переходим на сайт, перед нами открывается вот такое окно. На этом сайте, прокручиваем чуть-чуть вниз, и на этом сайте у нас есть иконки. Мы находим иконку «Download». Вы видите иконочку, на данную иконочку. Мы ее кликаем и скачиваем в ту папку, которую создавали на рабочем столе. Папочка у нас заполнена. То есть в той папочке, которая у нас на рабочем столе, у нас текстовый документ и файл с этой игрой. Возвращаемся на сайт, прокручиваем вниз и находим вот такую вот иконочку «Made in your game». Кликая на эту иконочку, мы попадаем вот сюда. Так. Мы попадаем непосредственно уже, где у нас создается сама игра, и заполняем поля. Поскольку данная игра состоит из 15 вопросов, у нас будет один вопрос и 4 ответа, 4 предлагаемых ответа, один из которых правильный. Правильный ответ мы отмечаем справа, там где стрелочка красная, на сайте она будет «Made in your game». Правильный ответ мы отмечаем точкой. И так заполняем до конца, прокручивая на сайте нашу игру, заполняем все 15 вопросов. Когда мы заполнили все поля, у нас есть вот такие вот окошечки, где мы называем свою игру. В данном случае это у меня и Рэль Белого обзора, и создателя, автора. Ну, поскольку игру создавала я, Любовь Колибис. Для того, чтобы сайт принял нашу игру, указано число красное, ну, это как проверочка, что это человек, а не робот. Мы вписываем данное число и кликаем на кнопку «Создать игру». После создания, после этого, у нас открывается вот такое вот окошечко. Посмотрите, вот он, мы имеем текстовый документ. У этого текстового документа имеется внизу, с стрелочкой красной, показанный номер. Мы кликаем непосредственно на текстовый документ. И у нас открывается вот такое поле с кодом нашей игры. Мы копируем этот код. Мы копируем, мы копируем, мы копируем, мы знаем как. Копируем этот код и вставляем его в текстовый документ, который мы вот создавали в нашей папочке. Открываем этот текстовый документ и вставляем тот код. Вот что у нас получилось. После этого текстовый документ закрываем. Возвращаемся на сайт с игрой. Копируем теперь непосредственно уже название игры. Обычно там идет слово «миллион» и достаточно большое количество цифр. И вставляем название. То есть переименовываем тот файл, который у нас был создан в папочке. Мы его переименовываем. Даем ему название именно вот этими цифрами. Вот посмотрите, что у нас получилось. Мы назвали наш файл, куда скопировали код игры, теми цифрами, которые даны на сайте. И у нас в папочке мы скачиваем файл игры. Вот у нас два файла. Файл, который вы скачали, и текстовый документ, который вы переименовали. Далее игра у нас уже готова. Кликаем непосредственно на кнопочку «Нашу игру». У нас откроется вот такое вот окошечко. Вот такое окошечко у нас откроется, где будет написано слово «гень». Чтобы игру запустить, именно ту игру, которую мы создали, мы должны скопировать вот это название. Мы копируем это название без букв TXT. Только «миллион» и «сиферки». И вставляем вместо слова «гень». Так, вот что у нас получилось. Смотрите, вот получилось. Слова «гень» у нас нет, у нас есть название нашей игры. Далее мы кликаем на «Лейлгейн». Запускаем игру. До сопочтения, это мне кажется. У нас запускается игра. Запускается игра. Правила игры все знают. Дан вопрос. Четыре варианта ответа. Пятнадцать вопросов и три подсказочки. Игра достаточно интересная, музыкальная. Очень хорошо дети воспринимают ее. Когда мы работаем на уроке, я вырабатываю определенные требования. Ну, например, шесть правильных вопросов. Это там определенная оценка тройка. Десять вопросов или двенадцать вопросов. Это четвертое и так далее. Вот то, что я вам хотела сегодня показать. Такие игры. У меня создан банк таких игр. И одну из которых я бы хотела вам предложить. Это из набора ссылок, которые я сегодня загрузила. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...